Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дежурный по печенге» в студии Андрея Бричко. И вначале коротко о темах этого выпуска. Медработникам будет легче добраться до отдаленных поселков. Норникель подарил печенской больнице новый микроавтобус. Детская поликлиника в Никеле готовится к переезду в здание больниц. С этой стороны планируется фильтр-бокс, куда будут поступать детишки с инфекционными заболеваниями для того, чтобы не заражать остальных детей. Здесь планируется врач-хирург со своим перевязочным кабинетом. Просто космос! В историко-кровеведческом музее Печенского округа объявили о старте нового проекта. Наша основная задача в этом проекте – это собрать материал и сделать новую интерактивную мультимедийную экспозицию. Теперь подробнее. В Никеле детская поликлиника готовится к переезду. В новом помещении уже сделан ремонт. Осталось провести компьютерные сети, закупить мебель, установить оборудование и завершить процесс лицензирования. Пока маленьких пациентов в Никеле принимают по старому адресу. 22 года на Октябрьской 6А работает медсестрой Нина Жаравина. Стены эти стали для нее вторым домом. В маленьком кабинете на столе разложены амбулаторные карты. Здесь и одной тесновато, а во время приема делить рабочее пространство приходится с доктором. С одной стороны жалко, здесь привыкают человек к месту все равно. Но вы сами посмотрите, здесь и тогда ремонт надо тоже делать. И кабинет у нас здесь маленький, нам не расширится до тех объемов, которые там есть наверху. Если здесь мы за одним столом сидим с доктором, то там будет уже два компьютера, два стола. Нам это удобнее в работе, удобнее посетителям. Рядом клиническая лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, все в одном здании. А ближшая краска, трещины на стенах и высокая влажность. Наверное, эти проблемы можно было бы решить. Но есть и другие замечания Роспотребнадзора, устранить которые не так просто. Одно из них – отсутствие фильтрбокса. Помещение с отдельным входом для детей с инфекциями, такими как корь, краснуха. С этой стороны планируется фильтрбокс, куда будут поступать детишки с инфекционными заболеваниями, для того, чтобы не заражать остальных детей. Здесь планируется врач-хирург со своим перевязочным кабинетом. Далее планируются кабинеты других специалистов, врача-невролога, лор-врача. Минимум с 2017 года обсуждают в Николе грядущий переезд в поликлинике. У него есть свои противники. Главный аргумент – тяжело с колясками забираться на гору, где расположено здание больницы. Зато все процедуры и исследования теперь можно будет сделать в одном месте. Отвечают на это сторонники такого решения. Лаборатория находится этажом выше, функциональная диагностика этажом выше. Узкие специалисты придут сюда и всегда окажут экстренно необходимую помощь. Случится переезд, конечно, еще не завтра, пока кабинеты стоят пустые. Но ждать, когда в них прозвучит привычное «На что жалуетесь?» осталось совсем недолго. Илья Кумырев, Борис Савельев, ТВ21+. Новый микроавтобус пополнил автопарк Печенской ЦРБ. В округе много небольших поселков. Спутник Корзунова, Лийна Хамари, Раекоски. Связь с фельдшерскими пунктами в них теперь станет более надежной. На центральной площади Заполярного белый микроавтобус из новой прошлогодней газовской линейки. На борту хэштег «Норникель врачам». Это подарок от компании больницы муниципалитета. Думайте, пожалуйста, это для муниципальной больницы Печенского округа. Надеюсь, что автомобиль будет служить долго, надежно и на пользу жителей. Спасибо огромное. Комфортный эргономичный салон новинки оценили представители Кольской ГМК и муниципалитеты. Пятилетняя гарантия и современные системы безопасности наверняка порадуют водителей и механиков. Микроавтобус – часть системной работы городообразующего предприятия по поддержке здравоохранения в Печенском округе. Компания выделяла с первых дней большие средства на нужды больницы для борьбы с этой эпидемией. Сейчас у нас запустили медицинский шаттл, так называемый, и тут компания пришла на помощь, потому что все финансовые затраты по этим шаттлам компания взяла на себя. И, конечно, за все это хочется сказать спасибо. Но этот автомобиль, безусловно, будет служить на благо всех жителей Печенского округа. Использовать новинку в больнице обещают в первую очередь для организации профосмотров в отдаленных подразделениях – ФАПах, Спутника, Печенге, Райковске и других поселков. Это можно уже организовать не раз в квартал, как поезд здоровья, то есть это можно будет делать чаще для перевозки. А также специалисты, которые трудятся и трудоустроены на площадке, проживают в Заполярном, работают на площадках никеля, тоже будет комфортно, при движении на своих рабочих местах. Понятно, что больница значительно распределена по различным населенным пунктам. Это из-за Полярной и Никели, и Ленахамаре, и Корзунова, и Печенга много точек, где этот автобус будет востребован. Если говорить в целом про помощь, компания продолжает оказывать поддержку во всех начинаниях. Поэтому я думаю, что много новых проектов будет также реализовано в округе при поддержке Кольской ГМК и Норникеля. Одна из обсуждаемых сейчас инициатив – модернизация хоккейного корта в Заполярном, оснащение его искусственным льдом. Над этим проектом компания работает совместно с властями региона. Илья Комлев, ТВ21+. Роли металлургов и тренеров смогли примерить на себя в Мурманской области звезды лыжного спорта. Им показали, как производят металл, а юные спортсмены из Мончегорска, Никеля и Заполярного получили возможность позаниматься с олимпийским чемпионом. О новинках программы традиционного лыжного супермарафона наш следующий сюжет. Широкая улыбка, отрывистая речь, честный, откровенный, без бахвальства разговор. Каждые несколько секунд – смех. Чувствуется в этом амплуа Денису Спецову не совсем уютно. Это на состязаниях он как рыба в воде. А здесь – десятки восторженных юных глаз. Вопросы наивные и сложные одновременно. Моей самой главной мечтой в жизни – это было олимпийское золото. И она осуществилась, поэтому самая значимая – это последняя олимпиада. От желающих получить автограф не было отбоя. В ход шли заготовленные организаторами карточки, футляры от телефонов, лыжные ботинки, нагрудные номера и фотографии. На стадионе Денис в первую очередь уточняет – давайте не будем называть это мастер-классом. И со смехом, скрывающим, наверное, некоторое стеснение, просто обещает поделиться отдельными секретами. Я все-таки не являюсь тренером с огромным опытом. То есть я именно со своей точки зрения спортсмена могу поделиться какими-то мелочами, тонкостями, которые мы используем во время тренировок, но никак не научить или воспитать какого-то суперспортсмена именно за одно такое занятие. По стадиону за Денисом кружит разноцветная стайка воспитанников местной спортшколы. Чемпион, конечно, прав. Такие занятия, в первую очередь, не про технику. Хотя и о ней тоже шла речь. Они про эмоции и мотивацию. Каждый спортсмен, который приезжает сюда, конечно же, на слуху. И это удивительная возможность дать девчонкам и мальчишкам посмотреть на них вживую здесь. И если это мастер-класс, то это дополнительный стимул к развитию лыжных гонок в регионе. В этом году организовать общение ребят со звездами спорта в Манчегорске решили впервые. Инициатива исходила от Кольской ГМК. И впервые металлурги пригласили прославленных лыжников к себе на предприятие. Александру Большинову, Денису Спецову и их тренеру Юрию Бородавко показали электропечное отделение рафинировочного цеха. Предложили попробовать себя в роли плавильщиков. Лыжники, правда, посмеявшись, отказались. Для того, чтобы получить шестой разряд, необходимо отработать и научиться, набраться опыта 5-6 лет. Быстрее ни у кого не получается. На карусельно-разливочной машине ребята работают. Здесь третий, четвертый разряд. То есть это как бы самая низкая квалификация. С этого они приходят, начинают учиться. На миксере человек, который разливает металл, у него уже пятый разряд. Расплавленный металл льется в изложницы. Говорят, опытный плавильщик может на глаз определить не только его температуру с точностью до 50 градусов, но и содержание углерода в нем. Умения наверняка не менее сложные, чем выдержать супермарафон. Илья Комлев, ТВ21+. В Кольской ГМК продолжается реализация программы «Быт на производстве». В цехе электролиза никеля появилось современное инновационное пространство для встреч коллектива и совместной работы над новыми инициативами. Ремонтные работы завершены, строители покидают объект. Хозяева принимают работу и строят планы. Говорят, коллеги из других подразделений уже им завидуют. Ремонта в этом помещении не было с начала основания цеха. Это 1982 год. Назрела потребность. У нас много сейчас проходит мероприятий, которые связаны с увлеченностью персонала, с всевозможными тренингами, конкурсами. Поэтому состояние актового зала, так его раньше называли, оставляло ждать лучшего. Теперь это уже не актовый, а конференц-зал. В ходе работы изначальный проект реконструкции во многих аспектах пересмотрели. Решили на комфорте не экономить. Выбрали оригинальные светильники, к слову, российского производства. А вместо жестких пластиковых кресел закупили мягкие. По проекту были здесь, в стандартах должны были устанавливаться обычные кресла аэропортного исполнения. Мы присогласовали предложение на более комфортные и удобные кресла. Также стол. По проекту здесь должен быть обычный стол. Но заказали именно по техническим решениям. Кольская КГМК. Вот такие столы. Теперь будут они во всех конференц-залах. Светильники, мебель, дизайн – видимая часть изменений. Скрыта от глаз, но не менее важна новая система вентиляции. Задавать комфортную температуру, открывать и закрывать жалюзи на окнах теперь можно дистанционно при помощи пульта. На полу износостойкое ковровое покрытие. Чтобы следить за его чистотой – подарок от строителей – пылесос. Обещаем содержать помещение в чистоте и в порядке, поддерживать первозданный вид, проводить собрания в комфортной обстановке для наших работников. Спасибо большое! Реконструкция конференц-зала в цехе электро-лица Никеля – результат программы «Быть на производстве». Ее последовательно реализуют в Кольской ГМК. Один за другим она преображает объекты, не связанные с производством непосредственно, но важные для сотрудников – столовые, душевые, комнаты отдыха и транспорт на промплощадках предприятия. Илья Комлев, ТВ21+. Просто космос. Проект с таким названием стартовал в Печенском округе. Инициировали его местные музейщики, поддержал Норникель. А результатом станет новая экспозиция, которая расскажет о двух космонавтах, чей путь к славе начинался в заполярном поселке нынешнем Крызунова. Кто был первым космонавтом планеты, знают все. Многие слышали, что часть биографии Гагарина связана с Мурманской областью. Кто-то добавит, север был последней ступенькой перед его зачислением в отряд космонавтов. Осведомленные уточнят, что и в личной жизни на Печенской земле у Юрия Алексеевича произошли важные события. Здесь родилась его дочь Елена. Наиболее продвинутые расскажут, что Гагарин не единственный служивший в Кольском заполярье космонавт. Наша основная задача в этом проекте – это собрать материал и сделать новую интерактивную мультимедийную экспозицию, которая будет посвящена двум замечательным людям. Это Юрий Алексеевич Гагарин и Георгий Степанович Шонин. И нам очень важно, что они имеют непосредственное отношение к нашей локальной истории Печенского округа. Они оба служили здесь, и наша задача – собрать материал о службе космонавтов, будущих космонавтов здесь на Севере, представить его интересно, образно. В последние годы историко-краеведческий музей Печенского округа поэтапно обновляет разные разделы своей экспозиции. В этом музейщикам помогают гранты благотворительной программы Норникеля «Мир новых возможностей». Современными уже стали залы, посвященные промышленности, Второй мировой войне, Кольской сверхглубокой скважине. Теперь настала очередь космоса. У нас разрабатывается, и мы сейчас как раз работаем над содержанием просветительской программы, которая называется «Гагарин. Эпоха. Космос». Программа станет событийным дополнением к работе по подготовке экспозиции. В нее войдут лекции, встречи с учеными, онлайн-экскурсии. А завершать вот этот комплекс мероприятий будет большой красочный фестиваль, посвященный космосу. Он называется, он будет «Улетный космос». Мы планируем на этот фестиваль пригласить действующих космонавтов. К слову, результаты проекта можно будет увидеть не только в Никеле. Организаторы обещают создать передвижную выставку, а часть материалов опубликовать в сети интернет. Илья Кумлев, Петр Шарабоков, ТВ21+. В этом году в Кольском Заполярье будет работать выездная приемная комиссия Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. Северяне, мечтающие об актерской карьере, смогут пройти отборочное испытание во ВГИК, не выезжая за пределы Кольского Заполярья. В апреле компания «Норникель» организует в Мончегорске, Заполярном и Мурманске предварительный отбор абитуриентов в престижный московский вуз. Время, которое мы видим, мы видим, что в Кольском Заполярье, заполняем в Кольском Заполе. Это здание само по себе уникально, уникально даже не своей архитектурой, хотя тоже все красиво, но и, конечно, уникально тем, какие люди здесь были. Конечно, для ребят, которые живут на Крайнем Севере, в Заполярье, конечно, это шанс, конечно, это уникальная возможность получиться здесь, пообщаться, повариться в этой атмосфере, набрать знаний, умения, потому что все это здесь есть. Мы потом научим, научим правильно говорить, правильно читать, расставлять какие-то знаки правильные, разговаривать с аудиторией, со зрительным залом, работать в камеру. Этому здесь научат. А вот искренности научить нельзя, она или есть, или нет. Поэтому я хочу искренности. Вот пускай ребята попробуют убедить меня в том, что то, о чем мне рассказывают они, им интересно, им важно. Ничего особенного, кроме обычной программы, они не должны готовить. Это стихи, стихотворение. Не надо, чтобы оно было большим, огромным. Басню и прозаический отрывок. Со мной приедут мои коллеги, приедет доцент ВГИКа Елена Борисовна Орькова, и приедет руководитель хореографической подготовки нашего курса, почетный деятель искусств Москвы, Майор Век Матаев. То есть это будут очень проверенные люди, ну и секретарь комиссии, конечно. Так что, видите, мы едем таким серьезным составом. Я буду очень приветствовать, если ребята подготовят песню. Если какие-то дополнительные, как мы называем, профнавыки. Кто-то хорошо танцует, кто-то поет, кто-то играет, еще раз говорю, играет на инструментах. Если есть спортсмены, это очень важно. Это здорово. Я буду стараться не просто слушать их, а слышать то, что за словами, то, что делается у них в душе. Дорогие ребята, дорогие жители Мурманской области, очень жду вас на нашем выездном туре вступительных экзаменов во ВГИК. Жду встречи. Хочу познакомиться с вами. Жду открытий. Волнуйтесь, готовьтесь. И до скорой встречи. На этом программа «Дежурная по печенге» завершена. С вами в студии был Андрей Бричко. Всего доброго, хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова